Фантазёры Фантазёры раньше таким насмешливым словом называли всех, кто увлекался домыслами и попытками представить будущее или невообразимое настоящее. Старпёры теперь можно смело называть так каждого, кто не увлечён фантастикой. Именно она определяет, как и куда идёт человечество. Именно фантасты решают, какой должна быть мода на гаджеты, развлечения или дальнейшие варианты развития нашей цивилизации. Ну а динозавры, считающие так называемую реальную жизнь единственно возможным направлением, тихо скулят по своим норам, обиженные вниманием и уныло жрущие свою колбасу. А всё потому, что самые грандиозные свершения 20 века произошли именно благодаря мечтателям от науки. Тем, кто возводил сначала воздушные замки в своей голове, ну а потом реализовывал их наяву. Полёты в космос, компьютерные технологии, чудеса медицины, великие биологические открытия, удивительные материалы. То, что раньше считалось невозможным, теперь просто банальная рутина. Вот и десятка лучших фантастических сериалов продолжает знакомить нас с очевидным и невероятным. Человек никуда не денется от космоса, но при этом он всё же останется человеком. Таков посыл творения Майкла Строжински. Станция Вавилон-5, как очередная последняя надежда человечества на лучший мир, дивное место. По задумке автора, здесь не найдётся пространства для детских мечтаний. Взрослая, актуальная, политическая, религиозная и социальная. Настоящая космическая драма-опера с единым глобальнейшим сюжетом и замечательной реализацией. Лучшая на то время графика, превосходящие идеологии, харизматичные актёры и неиссякаемый набор колоритных представителей иных цивилизаций. И всё это на фоне постоянных кровавых конфликтов. Для любителей элитной космической фантастики. Вавилон-5 Вавилон-5 Есть кое-что постарше Вавилона-5. Видеотека «Звёздного пути» настолько обширна, что я даже не знаю, о каком материале мы сейчас говорим. Шесть телевизионных сериалов, в том числе мультипликационные, 12 полнометражных фильмов, сотни книг и рассказов, огромное количество компьютерных игр. Это целый пласт мировой культуры. Это даже больше, чем видеоряд. Что-то, конечно, сняли удачно, что-то не очень. Но, опуская подробности, несомненно, стоит познакомиться с классикой, вдохновившей многочисленных любителей космического на дальнейшие подвиги. Идея Джина Роденбери, заглянуть в далёкое будущее и представить человечество на просторах галактики, способна неоднократно вас удивить. И снова космос, куда уж без него. Ну вот ведь в самом деле, а вдруг наклепают люди роботов, да те взбесятся, очевидно, что если их будет много, то нам не поздоровится. И куда тогда деваться? Правильно, в галактике много места, а на одной планете бежать некуда. Звёздный крейсер галактика о чём-то подобном, правда, со многими но в запасе. Проект тоже стар, плодовит и знаменит, само собой заслуженно. Здесь и стоящая драма, и космические баталии солидных размеров, и простые человеческие радости. Какую из реинкарнаций смотреть, выбирать, конечно же, вам. Но поверьте, оно того стоит. Спускаясь на грешную землю, обратимся и к этим самым человеческим грехам, а прогресс их иногда может очень усугубить. Всё же гаджет не вживит вам больше совести или справедливости. Самый оригинальный представитель десятки – сериал «Чёрное зеркало». Однозначно гениальное изобретение британца Чарли Букера. Каждая серия – это взрыв мозга, сатира на тот образ жизни, что распространён в современном обществе. Информационные технологии не только меняют мир вокруг, они стопудово будут менять и нас самих. Вопрос только в том, как. А вот классическая икона сериала «Строение». Тот эталон, по которому затем верстают все остальные. Секретные материалы – просто кладезь идей гимн человеческому поиску неизведанного и непонятного. Являя своеобразной вехой эпохи, ключевые сюжетные темы секретных материалов основываются на недоверии общества к правительству. Они охватывают теорию заговора и сосредоточены на попытках раскрыть информацию о существовании внеземных цивилизаций. Отсюда и нарочитая серьёзность событий. Хотя за 200 серий там можно найти всё, что угодно. Малдер и Скалли, а также Курильщик, несомненно, напомнят вам о многих современных персонажах других сериалов, фильмов и видеоигр. Но если вы ценитель качественной продукции, то в досье вашего просмотра это Must Care. Честно говоря, вторая половина топа не сказать, что для меня шикарно. Может уже возраст не тот, а может я разбалован, но отдавая дань попсе и цифре 10, всё же познакомлю вас с тем, что любят люди. А люди любят Доктора Кто. В Великобритании и множестве других стран Доктор Кто стал культовым фаворитом телевидения и повлиял на поколение телевизионных сценаристов, многие из которых были его давними зрителями. Он получил признание за образность истории, творческие низкобюджетные спецэффекты, инноваторское использование музыки. Мода на Доктора в наших краях недавняя, но всё же мимо пройти не получится. Не путешествиями и Динами в пространстве и времени будет жив человек. Раз уж тут вся фантастика из разных поджанров, то лучшим представителем мистики будет сверхъестественная. Почему? Да потому что два брата-акробата, Сэм и Дин, мочат нечисть, а на такое смотреть приятно. Кто же и любит эту нечисть? Этих маленьких бледненьких девочек в белом, этих демонов в чёрном, этих ведьм, ну и дальше по списку. А если приправлять изрядной долей сарказма и чёрного юмора, то зелье выйдет отменное. Джей Джей Абранс уже раскручен нехило, ну а что, делает понятное для масс незамудрённое или иногда замудрённое кино? Чё ещё надо? Обкатав на сериале остаться в живых множество забойных сюжетных технологий, можно и дальше продолжать создавать коммерческий успешный продукт. Робинзонада, приключения, перескоки между измерениями, сопли и огромный бюджет просто требуют популярности и на выходе её получают. А зритель получает в свою очередь не трэшевый продукт. А как же разного рода супергерои? И про них не забыли. Как раз сериал с очевидным названием Герои рассказывает истории людей, которые ничем не выделялись среди остальных. Пока в них не пробудились невероятные способности. Телепатия, умение летать, способность путешествовать во времени и пространстве, копировать способности других, излучать радиацию и многие другие. Вскоре эти люди понимают, что им уготована решающая роль в предотвращении катастрофы, которая может унести жизни многих миллионов людей и навсегда изменить мир. Короче, вы поняли. Попытка подражать секретным материалам, но уже в более на фантазированном русле. ФБР, параллельная вселенная, борьба за будущее. Там много чего чудного и необычного. Полёт фантазии почти безграничен. Я бы, конечно, на это место лучше поставил мгновение грядущего, если бы сериал меняемо закончили, не перемудрив сами себя. Ну и Абранс сойдёт. Идея-то интересная, да и снова же популярная. Круто было бы, конечно, попасть в будущее или ещё как-то развеять скукоту повседневности. Но не надо забывать, что на самом деле жизнь очень интересна, если сильно постараться. В итоге-то мы и сами определяем, куда идём. А, ещё вот что. Только дурак не поймёт, что любой топ или десятка – вещь очень умозрительная. Поэтому изначально не полная. Тут уж на помощь приходит ваше мнение в комментах. А я сворачиваюсь и желаю вам скорейшего воплощения многих действительно прогрессивных фантазий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok